Доброе утро еще раз! Всех приветствую! Меня зовут... Сейчас я представлюсь, да, уже видно, да, что я Наталья Варгина. Вот. Я отсутствовала на презентациях и на семинарах две недели, то есть я не вела, в связи с тем, что я находилась на очень плотном обучении. Обучалась по продвижению Инстаграм, проходила обучение по продвижению Инстаграм. Ребята, хочу с вами поделиться, да, прямо пару минут и пойдем дальше. Очень... Если кто-то из вас собирается в будущем или, может быть, уже сейчас работает в Инстаграм или планирует работать в Инстаграм, то я вам очень рекомендую пройти какое-то обучение, да, но не какое-то, а прям конкретно обучение. Вот лично я проходила вместе с Валей Хохловой. Валя, привет, она может подтвердить, да, мы проходили с ней обучение у Яны Бельской и Елены Ломонос. Это ребята не из нашей команды, но они тоже из Reflame. Вот. Очень полезное обучение, оно очень объемное, конечно, там очень много заданий, но вы научитесь правильно продвигать свой Инстаграм, то есть там очень много полезностей. Поэтому если у вас в планах и продвигаться через Инстаграм, то очень рекомендую это пройти, это обучение. Да, вот как Валя пишет, обучение снеси мозг. Но, ребята, конечно, мозг переворачивается с ног на голову, да, если у него есть ноги. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что потом все раскладывается по полочкам, и намного проще и легче становится работать. Но это тема, конечно же, другого семинара. Я просто вам сказала, проанонсировала, скажем так, у кого есть желание, можете писать в личку мне и Вале, и мы вам расскажем, как вообще пройти это обучение и где, и как все это найти, и как выйти на это обучение. Я честно вам скажу, что я за две недели соскучилась по проведению семинаров, и сейчас волнуюсь очень сильно, как в первый раз, потому что когда отвыкаешь проводить семинары, когда теряется вот эта система, то, конечно, ты начинаешь как сначала. Поэтому я вот немножко волнуюсь, но думаю, что сейчас все встанет на свои места, и все будет хорошо. Итак, ребят, есть ли новички в комнате? Поставьте плюсики. Я вот вижу новые фамилии, ну как новые, недавно появившиеся, да, у нас в чатах, потому что вот две девочки Елены, они очень активные девочки, вот они как раз поставили плюсики. Девчонки, мы с вами уже знакомы, да, вы активно работаете, вы очень активно включились в работу, молодцы, мы хотим вас поприветствовать. Вот, уже есть опыт проведения своих семинаров, да, вот, поэтому вы уже как бы новички, но уже с таким опытом, да, молодцы, девчонки включились хорошо, активно, мы вас приветствуем и желаем вам успешного и быстрого старта. О чем сегодня у нас пойдет речь, да, вот я сейчас представлюсь еще раз, кто я такая, да. Я, как уже говорила Наталья Варгина, живу я в городе Саратове, у меня четверо детей, и да, реплейм, я сотрудник полиции. Сидя в декрете, я искала возможность дополнительного дохода, и возможность меня нашла. Я пришла по объявлению, размещенному в одноклассниках. Вообще, у меня в жизни складывается так, что я на все свои, как говорится, работы, да, приходила именно по объявлению. Даже в полицию, куда, мне никто не верил, что я в полицию пришла по объявлению, потому что говорят, что, ну, туда устроиться можно только по знакомству. А я пришла по объявлению. Ну, вот я такой счастливчик, который вот везде прорывается почему-то по объявлениям. Наверное, это мое жизненное кредо. И вот точно так же и в реплейм. Я пришла по объявлению, и мне все понравилось, и я до сих пор сотрудничаю, да, с реплейм. И буду сотрудничать, продолжать, потому что я вижу здесь огромные перспективы. Здесь много денег, но здесь нужно просто научиться их забрать. Ну, чем мы сейчас с вами и занимаемся. Итак, ребят, о чем я сегодня с вами хочу поговорить? Ну, может быть, сразу, да, попрошу прощения, может быть, сегодня где-то в чем-то буду жесткой, может быть, кто-то испытает там легкий шок, кто меня еще не знает, то, может быть, такое и произойдет. Но я вам хочу сказать, что ничего сверхъестественного ценного не скажу. Скажу только то, что это, ну, что реально, да. Это все реально, то, о чем я буду говорить. И вы с этим обязательно столкнетесь. Вот, так вот, чтобы, как бы, вам было проще это пережить, да, это понять, то лучше послушать уже практику, да, людей, которые уже через это прошли. Вот, и вы были уже, как бы, подготовлены. Скажем так, некая прививка, да. Сейчас, ребят, секунду. Волнуюсь, пересыхает в горле. Итак, идем дальше. О чем же мы сегодня, да, будем говорить? Мы сегодня с вами поговорим о том, как начать с нуля. Ну, здесь много не новичков, но тем не менее, для вас это тоже, я думаю, будет полезно, повторение, как говорится, мать учения, да. Вот, поэтому повторимся. Может быть, что-то новое вы для себя сегодня услышите еще раз. Как с нуля начать свой инфобизнес? Наш бизнес, он является инфобизнесом, да, потому что мы делимся с людьми информацией. Мы даем людям информацию, в которой рассказываем о возможностях компании Арифлейм, да, которые можно получить в компании Арифлейм. И мы с вами делимся этой информацией, ищем людей, единомышленников, и создаем большие команды, создаем большие товарообороты, и вот это вот и является нашим с вами доходом. Так вот, как же начать, да, с чего начинать? Вот пришел новичок, да, зарегистрировали его. С чего должен начать? Какой первый свой шаг должен сделать новичок? Обязательно. Вот я сейчас буду рассказывать об обязательных шагах. Так, с чего мы начинаем? Итак, ну, сначала самое первое, что вы должны сделать, и это должны сделать только вы, за вас это никто не сделает. Вы должны принять решение. Вы должны принять решение, что вы здесь будете. Вы должны принять решение быть. Сразу скажу, легко не будет, будут трудности. Ребят, вы должны понимать, что не важно, что вы сидите дома, да, не важно, что у вас там, вы сидите дома и работаете за компьютером, там, или с телефоном, не важно. Это серьезный бизнес, вы должны это понимать. Это серьезный, многомиллионный бизнес. Я больше, чем уверена на 100%, что вы, слушая сейчас эту информацию, скорее всего, не верите в это. И даже вот вы пришли уже, вы приняли решение попробовать здесь, да, но вы до конца не верите. Вот поставьте плюсы, если вы уже поверили, и поставьте минусы, если еще есть какие-то сомнения. Любые сомнения, не только, что вы там верите в бизнес, там, вообще, любые сомнения. Может быть, вы не верите в себя, может быть, у вас там какое-то еще есть недоверие к тому, что здесь реально платят. То есть, вот если есть, то ставьте. Давайте будем общаться, да. Я не зря вчера и сегодня написала, что просьба вас всех поставить, ну, выйти с компьютера, чтобы была возможность писать. Так. Ребят, давайте попробуем сейчас проверить связь, да. Вот все, кто может. Вот я вижу, несколько человек зашло с телефонов, но если вы можете писать, пожалуйста, поставьте плюсики все. Вот сейчас пока проверяем связь. Ну, и заодно я вижу тут, какие у вас тут сомнения. Вот Татьяна пишет. Так, сейчас мы проверяем связь. Плюсики пошли. Так, но не от всех. То есть, не все, да, могут писать. Так. Так, ну все. В основном я смотрю, да, ставят плюсики. Я надеюсь, что мы будем с вами активно работать и дальше. Идем дальше. Итак, я задала вопрос по поводу сомнений. Теперь вот по поводу сомнений мне отретьте. Плюсы, минусы. Жду. От вас плюсов и минусов. Только давайте, ребят, работать в темпе, потому что я хочу вам сегодня дать как можно больше информации, но потратить как можно меньше времени вашего. Так, все, минусы пошли. Еще у кого есть сомнения? Елена, молодец. Нет сомнений. Отлично. Так, в себе сомневаетесь, что не хватит сил, да? Смотрите, ребят, сразу говорю, готовьтесь к тому, что на первых порах особенно, кто-то не будет. Ну вот представьте, да, этот бизнес, да, информационный бизнес, да, наш бизнес, но он ничем не отличается от любого другого бизнеса. Ну как, он отличается. Он отличается тем, что нам не нужно открывать офис, да, там, или, например, если там кто занимается магазинами, да, нам не нужно открывать магазин, ну или там, я не знаю, что можно, там, спортзал какой-то, там, фитнес-клуб, там, какой-то вообще просто развлекательный клуб или еще что-то. Не нужно ничего такого открывать, да. Нам не нужен стартовый капитал, нам не нужны огромные деньги для того, чтобы запустить свой бизнес. Нам это не нужно. Вот это плюсы, да, такие плюсы, жирные причем плюсы. Но здесь нужно точно так же пахать, как и в любом другом бизнесе. А здесь еще есть один плюс, что вы сразу не начинаете, как везде, да, как в обычном бизнесе, вы не начинаете тратиться на налоги, там, на всякие службы, которые к вам придут на следующий день после того, как вы только откроетесь. Вот, здесь этого ничего нет. То есть затрат, да, на рекламу не надо тратить, ну, то есть очень много всего, на что не нужно тратить ваши собственные деньги. Вы здесь тратите, если вы считаете, ну, это, да, это какая-то трата, да, вы здесь тратите только на себя, то есть на себя и свою семью. То есть вы здесь приобретаете продукт, продукт компании, который вы и без этого ходите, покупаете в обычные магазины, вы здесь приобретаете продукт для себя и своей семьи. Это определенные траты, но это траты, которых вам не избежать в течение всей жизни. То есть вы и так бы это делали. Вот, больше затрат денежных здесь нет никаких. Нет, ну, если вы там хотите, там, рекламу себя создать или еще что-то, то да, тут тоже будут какие-то траты, но это траты по вашему желанию. То есть вы можете этого и не делать. Здесь с минимальными затратами можно создать большой бизнес, то есть который будет обеспечивать вас и вашу семью. Но, чтобы начать, нужно потратить много сил. Ребята, я вот не буду сейчас здесь вам масло масляное, да, там розовые очки на вас одевать. Я хочу, чтобы вы сразу понимали, что это серьезное дело. И здесь просто так отсидеться за чьими-то спинами не получится. Даже если у вас будет бомбический спонсор, который построит вам команду, как у нас сейчас идет по правилам, да, у нас спонсор помогает строить вам одну спонсорскую ветку. Но если у вас будет только одна ветка, даже если она будет 22-процентная, даже если она будет золотой веткой, бриллиантовой, вы не будете получать с нее доход, потому что она одна. Потому что если вы уже изучили маркетинг, то вы должны понимать, что с одной веткой бизнеса не будет. Поэтому если вы сами не начнете здесь работать, то извините. Это я сейчас говорю о том, чтобы вы приняли решение. То есть вот смотрите, это такой же бизнес, как и все. Вот даже можно сравнить с наемной работой. Если на наемную работу вы приходите и не выполняете определенные, например, какие-то действия, да, то у вас тоже долго, вы там тоже долго не задержитесь. Ну вот смотрите, к примеру, да, вот сейчас мы будем говорить о том, какие действия определенные нужно делать. Вот, например, если вам говорит ваш спонсор, что нужно для того, чтобы работать, создать 10 страниц, а вы говорите, а можно я всего 2 создам, ну и все. Вот представьте, вы пришли на наемную работу, вам на наемной работе говорят, вот твоя задача сегодня, ну, я не знаю, давайте что, в пример, пойдем. Ну, допустим, магазин, да, вы пришли работать в магазин, это вот всем понятно, я думаю, сейчас будет, потому что мы все входим в магазин. Вы пришли в магазин работать, вы пришли работать, и вам говорят, вот смотрите, вот тут стеллаж, вот тебе на этот стеллаж сегодня, там, за 2 часа ты должен выставить продукцию вот от начала стеллажа и до конца. То есть весь стеллаж, то есть через 2 часа должен быть заставлен продукцией. А вы говорите, ой, а можно я один стеллаж вот сделаю, а остальные не буду, остальные сделаю потом. Ну, вот так вот. Вам, может быть, вам скажут, можно, но только зарплату ты получишь, допустим, не 1000 рублей за день, а 100. Что, устроит тебя, ну, может быть, там, лояльный у вас какой-то начальник, вот, это будет в лучшем случае. В худшем случае вам скажут, зададут вопрос, ты с какой целью сюда пришел, ты пришел сюда работать, или ты пришел сюда меня ставить, как начальника твоего, ставить меня перед выбором. Можно я буду делать, а можно я делать не буду. То есть вы приходите, вам дают определенную работу, и вы за эту работу получаете определенные деньги. Да, согласна, здесь вам никто не платит зарплату, поэтому вы сами себе хозяева. Но вы должны понимать, вы сюда пришли деньги зарабатывать, или вы сюда пришли просто потусоваться. То есть если вы пришли сюда зарабатывать деньги, кто пришел зарабатывать деньги, ставим плюсики в чате. Плюсики пошли отлично. Если вы пришли сюда зарабатывать деньги, то если вам спонсор говорит, что нужно 10 страниц, значит нужно 10 страниц. Никакого выбора у вас нет. Все, выбора нет. Если он вам говорит, что надо 100 переписок в день, значит надо 100 переписок в день. Все. Это он не для себя говорит, это он говорит для вас. Для того, чтобы вы зарабатывали, и потом не задавали вопрос, почему у меня нет денег. Задай себе вопрос, почему у тебя нет денег. А ты сделал то, что тебе говорили? Нет. Все, ответ вы сами себе ответили на этот вопрос. Это всем понятно про принятие решения? Поставьте пятерочки, кому понятно. Отлично, пятерочки пошли. Рада. Все, ребята. Решение вы приняли. То есть вы сюда пришли, решение приняли. Отлично. Идем дальше. Первое, что вам дают, или должны были дать, кому не дали, напишите спонсору своему. Может быть он забыл, может быть он закрутился, завертелся. Вы должны были получить презентацию. Кто смотрел презентацию? Плюсики в чат. Отлично. Молодцы. Сейчас вот для тех, кто уже рекрутирует, да, кто уже работает, кто уже сталкивался с людьми, уже с новичками общался, да, вот я думаю, что вам это будет знакомо. Когда вы отправляете презентацию человеку, он говорит, ой, там 40 минут, это надо смотреть. А нельзя в двух словах мне рассказать? Нельзя. Вот сразу вам говорю, вот так и мы отвечаем. Не бойтесь его испугать, не бойтесь его, там я не знаю, что он там от вас убежит. Пусть он бежит сразу. Вам будет легче, ребят, чем вы будете его взвалить себе на горб, будете его тащить, он все равно уйдет. Понимаете? Все равно. Если у человека нет времени на презентацию, ему лень, у него есть время, ему лень посмотреть презентацию. Делайте выводы, какой из него будет партнер. Вот у Лилии даже сегодня пост. Вот в двух словах расскажите. Отличный пост, я думаю. Обязательно посмотрю. Так вот, презентация, ребят. Если вы пришли строить бизнес, вы должны понимать, что вы будете строить. Презентация. Обязательно. Вы должны понять, общее представление у вас должно быть, что это такое. И чем здесь нужно заниматься, и с чем этот бизнес едят. Пока вы не посмотрите презентацию, вы не сможете идти дальше. Вы сможете идти дальше, я вам скажу, сможете, но не в том направлении, в котором нужно. Понятно с презентацией? Кто не посмотрел, смотрим срочно. Причем, совет, ее можно пересматривать несколько раз. Это даже очень полезно. Чтобы у вас было, например, у спонсоров, да, вы спонсор, у вас уже есть новичок, чтобы у вас была тема для разговора, понимаете? Иногда спонсоры забывают, что в презентации. Они думают, что, а, я и так уже все знаю, зачем мне ее смотреть? Пересматривайте периодически. Пересматривайте, что вы даете своему новичку. Презентаций бешеное количество. Очень много презентаций. Зайдите на YouTube, посмотрите несколько презентаций. Выберите ту, которая нравится вам, которая вам подходит, и давайте ее своим новичкам. Сделайте свою презентацию, это еще круче. Если ваш новичок будет видеть вас. Так, идем дальше. Самый, наверное, такой вот больной вопрос, да, у всех спонсоров, это то, что их новички не хотят проходить обучение. Не знаю, по какой причине. Работать хочу, денег хочу, учиться не хочу. Ребят, не получится. Попробуйте, придите куда-нибудь, ну, я вот юрист по образованию, да, попробовала бы я прийти устраиваться на работу, ну, вот в полицию, да, я пришла, там требуется обязательное, вот я офицер, да, обязательное, высшее юридическое, тем более сейчас по новым требованиям, высшее юридическое образование. Если бы я пришла и сказала, у меня образование, там, я не знаю, ПТУ, и я повар по образованию, ну, во всяком случае, мне бы просто мягко улыбнулись, да, в ответ. А в худшем случае мне бы сказали, вообще, выйдите отсюда и не отнимайте наше время. Правильно? Точно так же и здесь. Почему вы решили, что миллионы зарабатывать можно ничему не обучаясь? Если кто-то здесь из вас, кто-то решил, да, ну, или тот, кто будет сейчас смотреть записи, такого просто не бывает. Согласны со мной? Что если не учиться, не обучаться, да, Лили, я сейчас об этом скажу. Если не учиться, не обучаться, вы не научитесь и не сможете научить самое страшное, да, и самое главное, что вы не сможете научить своих людей, они за вами просто не смогут пойти. Поэтому, ребята, обучение – это самое главное. Обучение – это вот самое первое, это школа новичка, да, там, конечно, вы не получите того объема, который нужен для того, чтобы вы правильно развивали свой бизнес, да, но вы там получите, как вам сказать, это будет первоначальная ступенька, первый класс, начальная школа. Но ее нужно обязательно пройти, обязательно, чтобы двигаться дальше. То есть, смотрите, у нас карьерная лестница – это ступени. Вот чтобы двигаться по этим ступеням, вы должны поступенчиться все делать поэтапно. То есть, ну, у нас же тоже не бывает такого, что ребенок, да, 7-летний пришел в школу и сказал, я сразу в 11 класс. Я, ну, это бывают, да, это, я не знаю, там, вундеркинды, там, уникальные люди, но среднестатистический человек, он идет в первый класс. Ему 7 лет, он в первый класс. Он не приходит в школу и не говорит, я вообще не хочу тут вообще ничего знать, вот что вот тут вот, я хочу в 11 сразу, а еще лучше хочу сразу в институт, а я хочу быть сразу президентом. Но если, допустим, я понимаю, да, что если мне сейчас дать страну, то я не знаю, что с ней будет через какое-то время. Так, ребята, меня хорошо слышно? Поставьте плюсики. Отлично. На этом этапе понятно все? Напишите, да, нет. Все со мной согласны? Причем, ребят, про обучение еще раз, да, обучение, мы не просто вот отучились вот в начальной школе и все, обучаться здесь нужно всегда. Время у нас сейчас современное, настолько быстро все меняется в современном мире, что если, что то, что работало вчера, сегодня уже не работает. Поэтому, если вы не будете постоянно обучаться, не будете учиться применять новые технологии, то вы остановитесь в определенной точке, а остановка, она, понимаете, она не порождает, ну, как вам сказать, потери, да, то есть вы не просто будете стоять, вы пойдете вниз. Поэтому, если вы не будете двигаться вперед, то вы обязательно начнете откатываться назад. Поэтому обучаться нужно всегда. И не ждите, что вас кто-то начнет обучать, ищите сами, ищите везде, смотрите, ищите нужных вам спикеров, ищите нужные вам видео, читайте книги, которые вам подходят. То есть понимаете, что вы индивидуальность, вы сами строите свой бизнес, вы сами несете за него ответственность. Возьмите эту ответственность на себя, не ждите, что вам кто-то сам принесет, постучит вам в дверь и даст вам. Да, у нас много семинаров проходит, много всяческого обучения, да, вам дают, но вы должны это брать и знать, где это взять. Так, итак, идем дальше. Обучение хорошо, конечно, но можно учиться до седых волос, там быть супер просто знающим человеком, но если вы не перейдете в практику, то эти знания так и останутся у вас в голове, да, и вы, ну что вы на них, вы на них не заработаете. Однозначно. Но если только вы начнете кого-то учить за деньги, да, передавать свои знания, и вам за это будут платить. Но если даже вы будете просто передавать теорию, которая будет не подкреплена практикой, у вас мало кто будет слушать, понимаете, потому что людям нужно обязательно понимать, ваши знания проверены на практике, дают ли они результат, вот тогда люди начнут вам за это платить, давать вам за это деньги, чтобы вы их научили. Но если вы просто знаете, если у вас просто есть знания, но вы и от этих знаний результатов не получили, то люди не пойдут к вам. Им это будет неинтересно, потому что они будут понимать, что вы это все не проверили на практике, и какой смысл вам за это платить? Просто чтобы послушать ваше бла-бла-бла? Я не вижу, например, в этом ничего такого. Идите и учитесь у практикующих людей, те, кто практикуют на практике свои знания, и те, кто получают результат. Если вы не будете применять свои знания, сразу применять, вот узнали что-то, применяйте сразу, это будет закрепляться у вас быстрее. Вы будете понимать, чему вы научились. И вы будете понимать, можете вы ли научить этому других. Не можете, значит, может быть, надо еще что-то подучить. Получается, можете, все, идем дальше. Понимаете? То есть, если вы не будете практиковать, то вы только останетесь на фазе ученика. Все. Учителем стать вы не сможете. Понятно на этом? Вопросы есть на этом этапе? Нет. Так, вопросов нет. Идем дальше. Итак, ребят, для новичков сейчас говорю, для новичков. Пока вы, вот сейчас всем, кто здесь находится в комнате, хочу сказать, пока вы не стали золотым директором, вы новичок. 5 лет вы в компании, 10, 20, неважно. Пока вы не вышли на звание золотой, еще лучше бриллиантовый, ну, уже так далеко не пойдем, да, золотой. Это фундамент, это устойчивость, это все отлично уже. Вот пока вы не стали золотым директором, вы новичок. Понимаете, вот уровень, до какого нужно дойти, да? Чтобы стать золотым директором, ваша первостепенная задача – это рекрутирование. Все. Обучение – хорошо, сопровождение ваших новичков и команд – прекрасно. Но первое, что у вас в приоритете должно быть – это рекрутирование. Не будет рекрутирования, не будет команды. Не будет команды, вы не будете расти. Не будете расти, вы не дойдете до золотого директора, не станете золотым директором, вы остаетесь новичком. Все. Это правило. Это закон, который уже испытан на практике. То есть это, я сейчас говорю о практике. Есть практика. То есть мы говорим о том, что пока мы не доросли до определенного уровня, мы – новички. Что идем дальше, да? Вот новички, кто пришел, у меня к вам прям вот совет, рекомендации – делать быстро. Если вы не делаете быстро, то вы остаетесь новичком, но вы уже там, я не знаю, как-то плаваете, закисаете, да, как бы обидно это ни звучало, но это так. Вы застаиваетесь в болоте, вокруг вас образуется болото, и вы сидите. Об этом я еще скажу сегодня. Мы с вами это еще подробно разберем. Поэтому действуйте быстро. То есть если нужно делать определенный объем, его нужно делать. Я понимаю, что есть время на то, чтобы, ну как сказать, на старт, да. У кого-то получается сразу быстро начать, у кого-то там, я не знаю, медленно, но не затягивать, вот прям в голове у вас должно сидеть, не затягивать. Как бы мне не хотелось, да, не затягивать. Потому что очень многие сейчас со мной согласятся, что если затягивать, то потом в несколько раз тяжелее работать. Поэтому, ребят, рекрутируйте. Как рекрутировать – это тема другого семинара. Мы сейчас с вами говорим об общих вопросах, потом эти все общие вопросы мы будем поэтапно, постепенно все разбирать. Но это уже другие семинары. Сегодня мы с вами, ну, в общем поговорим, а там уже будем с вами работать дальше. Поэтому вот так. Ребят, хочу сказать вам сразу. Как начать рекрутировать, да? Ну, рекрутирование и рекрутирование, а что делать-то новичку? У вас есть спонсор. Он вам скажет. Во-первых, смотрите, каждый из вас должен определиться, где он будет рекрутировать. Найдите место для рекрутирования. То есть я знаю, что многие работают во всех соцсетях по чуть-чуть. Ребят, не работают. Можно создать страницы во всех соцсетях, даже нужно, чтобы они у вас были везде, потому что вы должны быть везде. То есть чем больше вы охватите соцсетей, тем лучше. Но вы не можете рекрутировать по чуть-чуть. Там, там, там. Выберите себе социальную сеть, которая вам подходит. В которой вам нравится и в которой вы можете разобраться. И работайте там. То есть если вы будете работать по чуть-чуть, то вы и будете получать по чуть-чуть. Потому что, смотрите, социальные сети, они очень многофункциональны. В них очень много функций. И чтобы в них разобраться до конца, вам надо будет очень много времени. То есть из каждой социальной сети можно вытащить очень много полезностей. Можете, кстати, в чате писать, кто где вообще определился рекрутировать. Мы не зря проводим обучение по социальным сетям, да, даем вам социальные сети. И в обучении это есть, каждая социальная сеть показана. И вы во время обучения, когда у вас начальное обучение, должны уже определиться, где вы будете работать. Потому что, ребят, каждая социальная сеть, ну, там нужно, время затратно, да. То есть нужно много времени. Поэтому, ребята, обязательно берите себе одну социальную сеть и работайте там. Может быть, со мной кто-то не согласится. Может быть. Ну, я даже, честно говоря, уверена, что со мной не согласятся. Но я вам говорю, что если вы начнете работать в одной социальной сети, результат будет намного лучше. Поэтому, ну, смотрите сами. Это ваше решение принимать то, что я сейчас говорю, или не принимать. Итак, выбираем себе социальную сеть. Создаем себе платформу. Вот, определились, да. Создаем себе быстро по инструкциям, которые вам дает ваш спонсор, например. Да, вот если вы, например, решили работать в Инстаграм, вы идете к спонсору и говорите, хочу работать в Инстаграм. Он вам говорит, для того, чтобы тебе, новичку, начать работать в Инстаграм, нужно сделать определенные действия. То есть создать столько-то аккаунтов, загрузить, ну, оформить их определенным. Вот, одна хорошо, но лучше еще в другой подстраховываться. Катя, может быть, я не спорю, да, но акцент должен быть на одной сети. Вот вы больше времени должны тратить на одну сеть. Там смотрите дальше сами. Вот, то есть смотрите, вы начинаете работать, да. Не надо доводить до идеального состояния, не ждите, понимаете. Не надо вот прям, чтобы у вас было прям все идеально, чтобы прям вот отточено было, да, чтобы у вас прям вот супер-супер все было. Не надо. Вы должны сделать определенные вещи, которые говорит вам спонсор. Ну, допустим, вот на примере одноклассников давайте, да, мне вот проще, это как бы для меня, это социальная сеть близка, я в ней работаю. И поэтому мне проще, например, приводить на одноклассниках. Вот, допустим, ко мне пришел новичок и говорит, хочу работать в одноклассниках, что делать? Я ему говорю, 10 страниц, закачать туда, кстати, чек-лист уже сейчас, я вчера отправила чек-лист в свой чат. Вот, и там уже прям написано, как подготовить к работе, как себя подготовить к работе в одноклассниках. Вот я говорю, 10 страниц, туда нужно определенные альбомы закачать, нужно делать вот эти действия, все вперед, все. Вы начинаете, и в процессе работы вы уже свои страницы доводите до определенного состояния, да, там. Но сразу вам скажу, ребят, еще, заведите себе одну страницу, и либо она у вас, может быть, уже есть, эта страница, ну, больше, чем уверен, что до прихода, да, в сетевой, да, до прихода в Эрифлейм, у вас, скорее всего, были страницы, где вы общались со своими друзьями, вот эту страницу нужно будет превращать в личный бренд. Личный бренд не рождается здесь и сейчас за 5 минут, за 5 минут можно родить, да, страницы рабочие, но личный бренд – это огромная работа, которая, это работа на перспективу, которая, когда вы придете к золотому директору, как раз у вас уже будет эта страница с личным брендом, и вот тогда вы будете работать личным брендом. Ребят, пока вы не вышли на определенный уровень, личный бренд, личным брендом, вот если новичок пришел и говорит, я хочу работать личным брендом, хорошо, а что вы можете дать людям, чтобы быть личным брендом? Вы нужно сначала накопить. Вот у новичков у многих возникают вопросы. Я, например, что я могу говорить людям, у меня еще нет ничего. Вот, ребят, это ключевой вопрос. Правильно вы говорите, у вас нет ничего. Да, есть команда, есть компания, вы можете показывать все эти возможности. Можете, но не на личном бренде. Личный бренд – это вы. Это вы. Вы должны будете показывать на личном бренде свои результаты плюс результаты команды. На рабочих страницах вы можете на результатах команды сделать себе результат. Я не знаю, сейчас понятно объясняю. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Поставьте плюсики, кто понимает. Поэтому, ребят, вот вы новичок, у вас в голове должно быть сейчас одно. Вы должны делать много действий. То есть только большое количество действий приведет вас к результату. Все. Больше ничего. Вы можете хоть головой об стенку разбиться, хоть распрекрасную себе сделать страницу. Я не знаю, там быть супер-пупер, там очень-очень, там не знаю каким. Да, но если вы не дадите людям то, что они от вас хотят, если вы не дадите им результат, то они просто посмотрят на вас, скажут, ну да, симпатичный такой, смотри, какой весь активный. Но я, наверное, пойду поищу того, у кого уже прям вот такой вот результат хороший есть. Понимаете меня сейчас? Поэтому, ребят, когда вы начинаете, сразу начинаете закладывать личный бренд. Он потом работать на вас будет. Сейчас, пока вы новичок, вы работаете просто массой. И массу превращаете в кассу. Все. Больше я, ну, я не знаю, может быть кто-то и... Есть люди-муникумы, да, которые приходят и прямо раз и шарашат сразу огромные результаты своим, там, я не знаю, обаянием каким-то. Но их мало. Очень мало. Я сейчас рассказываю все вот это для тех людей, которые, ну, среднестатистические, да, ну, вот такие, как Янгель. Так, идем дальше. Я вот уже о личном бренде вам рассказала. Еще раз, да, поговорим о том, что вот он личный бренд. Еще раз повторимся. Начинайте его сейчас, но работать он будет на вас позже. Вот. Для того, чтобы у вас был классный личный бренд, вам нужно учиться постоянно. Учиться, вот, вот, оформление личного бренда, особенно если это касается Инстаграм. Если вы работаете в Инстаграм, то там оформление личного бренда занимает первую позицию. То есть, Инстаграм такая сеть, это просто фотографии. Это сначала люди привлекаются на внешний вид. То есть, если у вас будет классный внешний вид, там встречают по одежке. Если классный внешний вид, люди зайдут. Если нет вида, то не зайдут. Поэтому этому тоже нужно учиться и обучаться. Очень много всяких различных программ. Очень много, которые, ну, будут делать ваш Инстаграм классно. Но для этого надо обучаться. На голову вам все само не свалится. Понимаете, здесь только работа, ваша личная работа. Поэтому личный бренд – это огромная работа. Но она приносит огромные деньги. Вот представьте, сеть Инстаграм. Там более 300 миллионов пользователей. Представляете, какая сеть? Вам из этих 300 миллионов нужно 50-100 человек в вашу команду. Вот представьте, да? Как вы думаете, найдете вы этих людей или не найдете из 300 миллионов? Людей по интересам, людей, которые будут с вами на одной волне. Да, конечно, найдете, я даже в этом не сомневаюсь. Но надо искать. Если вы не будете искать, то там будет хоть 500 миллионов. Вы не найдете. Потому что вы ничего не делаете для этого. Правильно? Ну, вот представьте, открыли вы магазин. Завезли туда кучу продуктов. Всяких вкусностей и так далее и тому подобное. Но вы забыли вывеску повесить, что у вас тут крутой магазин? К вам никто не пойдет. Точно так же и в личном бренде. Если вы не повесите вывеску, если вы не оформите свои витрины, к вам никто не пойдет. Правильно я говорю? Вы со мной согласны? Или может быть я тут не права? Если не права, напишите. Наташа, ты не права. И что, ребят, сразу вам скажу. Вот вы пришли, приняли решение, начали работать. Делайте. Не ждите идеальной ситуации. Просто мы знаем, что многие говорят, вот сейчас ребенка в детский садик отправлю, начну. Что еще там? Вот сейчас снег на улице растает, я начну. Вот сейчас, я не знаю, что еще может быть. Солнце сегодня не светит, я не могу начать. Для меня не идеальная ситуация. Вот тут у меня дети, тут у меня муж пристает с какими-то своими борщами. Я ему должна готовить. Или еще что-то. Идеальной ситуации не будет никогда. И ее нет ни у кого. Поверьте мне. Потому что мы живем с вами, мы живые люди, вокруг нас жизнь. Не бывает идеальной ситуации, чтобы, смотрите, вот так вот, да, вы пришли, сели и начали работать. Вас никто не трогает, вам там не надо никакие личные дела делать. У вас вообще жизнь остановилась, да, и вы начали делать бизнес. Такого не бывает никогда и ни у кого. И не будет никогда. Поэтому идеальных условий не дождетесь вы никогда. Пока вы будете ждать идеальные условия, у вас закончится жизнь. Все. Поэтому не ждите идеальные условия. Просто начинайте делать. Коряво может быть, может что-то будет не получаться, там будут слезы, будут разочарования, там будут какие-то ломки у вас. Это будет обязательно 100%. Но если вы продолжите идти и делать, то вы придете. Обязательно. Это понятно? Дальше, ребят. У кого есть страхи? Вот я боюсь звонить, я боюсь писать, вдруг меня пошлют. Пишите в чате, кто боится. У кого есть страхи? У кого есть страхи? Пишите. Лилия у нас бесстрашная, молодец. Это хорошо. Так, есть страх писать по теплому кругу? Нормально. Молодец, все равно пишу. Вот. Вот, пожалуйста, молодец. Итак, ребят, страхи. Ну, я, конечно, верю, что у нас Лилия, она у нас вообще идеал, да? Вот, что у нее нет страхов, и она не знает, что это такое. Но, может быть, это как раз-таки мы, ну, как сказать вам, мы как раз-таки нам посчастливилось в жизни встретить как раз-таки уникального человека, да? Который не боится, но абсолютно все предприниматели, миллионеры и миллиардеры, если вы к ним подойдете и спросите, были ли у них страхи, они скажут да. Мы боимся. Более того, скажу, что прям своими собственными глазами и ушами я видела, как бриллиантовый, старший бриллиантовый директор говорил, ребят, вот я сейчас звоню, да, как вы думаете, я боюсь? И она говорит, я боюсь, правда, я боюсь. Я боюсь, но я делаю. Вот это отличает людей успешных от людей неуспешных. То есть, если вы боитесь, но вы все равно делаете, вы говорите, что вам страшно внутри, но вы говорите, нет, я не боюсь, я буду делать, все, вы успешный человек. Если вы боитесь и не будете делать из-за своих собственных страхов, если вы будете, а я сейчас напишу, меня пошлю, а я сейчас позвоню, они бросят трубку, ой-ой-ой, какой кошмар, что же делать? Вот, ребят, они, если вы позвоните, они бросят трубку. Давите свой страх. Да, это страшно, это выход из зоны комфорта, тяжело, но если вы победите свой страх, то вы завоюете весь мир. Да, бывает такое, что я сейчас буду звонить, а мне там не знаю вообще, чего наговорят, да никто вам ничего не наговорил. Максимум люди скажут, нет, спасибо, мне неинтересно. Все. Вы положите трубку, и вы выдохнете, и скажете, фух. А если вы не сделаете этого, то у вас внутри начнут накапливаться сомнения, вот такой большой ком начнет в вас вырастать, и вы будете, блин, я не знаю, будете говорить, боже мой, какой кошмар и ужас, какой сложный этот бизнес. Как мне его делать, если вот я сейчас, я боюсь позвонить, и там меня сейчас там убьют и расстреляют. Не убьют и не расстреляют, ребят. Но надо через это пройти. Каждый раз, с каждым звонком, чтобы победить страх, что нужно сделать, ребят? Прям возьмите себе листок, повесьте возле своего рабочего места, и начните отсчет. 100 звонков, 100 собеседований. Все, ваш страх начнет улетучиваться. Вы приобретете уверенность в себе. Да, будут и плюсы, будут и минусы, но ваш страх начнет уменьшаться. Вы начнете его побеждать. Все, чтобы победить, нужно действовать. Другого не дано. Само не рассосется. Как бы вам не хотелось, как бы вы не мечтали об этом. Не рассосется. Это понятно, ребят? Еще, ребят, есть одна такая вещь, очень важная. Она отличает обычных людей от людей-миллионеров. Вот если вы начнете говорить с любым успешным человеком, да, с миллионером, ну, даже не с миллионером, да, а просто, который уже люди достигли какого-то результата. Если вы начнете с ним говорить и спрашивать у него, как, как ты добился, как ты дошел, вот, как у тебя получилось, каждый вам ответит, любой вам скажет. Что он шел до конца. Что он шел до конца. Если вы найдете метод, который работает именно на вас, вы не можете сказать, что этот бизнес не работает. Посмотрите, вы оглянитесь вокруг и посмотрите, сколько людей добились успеха в этом бизнесе. Значит, просто нужно спрашивать у них, как они это сделали, и пробовать делать это самому. То есть, пока вы не используете все свои ресурсы, вот, допустим, например, вы, допустим, да, вы, регистрации идут у вас каждый день, у вас там уже там 100 регистраций за месяц, да, там, ну, что еще там. Вы уже знаете, как созваниваться с человеком, вы знаете, вы научились его сопровождать. И вы в итоге говорите, бизнеса нет, я ничего не заработал, у меня нет денег. Я вот вроде бы делаю, делаю, вот у меня и регистрации, вот мне говорят, что, вот мне говорили, что если я буду делать одну регистрацию в день, то я стану через полгода директором. А у меня уже 100 регистраций, а результата нет. Ребят, я вам честно скажу, что вы вот это состояние, вы не переживете, если у вас будет реально одна регистрация в день. Вы можете переживать это состояние, если вы говорите, я делаю каждый день. Я вроде бы, ну, как бы там, я не знаю, в социальных сетях, там, делаю приглашения, там, пишу, переписываюсь там с людьми, там, что еще я там. Ну, в общем, я делаю действие, результата нет. Сначала позвоните спонсору и разберитесь, а что именно вы делаете. Вот, допустим, я звоню и говорю, работаешь? Ну, спрашиваю, да, работаю. Хорошо, где работаешь? Ну, в одноклассниках работаю. Результаты есть, результатов нет. Сколько у тебя страниц? Три. А надо? Десять. Ответ получили, получили. Все. Идем дальше. Сколько ты делаешь переписок? Я переписываюсь, я пишу, мне все отвечают, нет, вообще со мной никто не разговаривает, никто не отвечает. Сколько переписок в день? Десять. А надо? Сто. Вот, когда у тебя будет сто переписок, как сделаешь сто переписок, неважно за какой период, за месяц сделаешь сто переписок, получишь одну регистрацию. А хочешь в день регистрации, значит, да, должно быть сто переписок в день. Понимаете, ребята? То есть, вы не используете все свои ресурсы, а уже говорите, что бизнес не работает. А может быть, это не бизнес не работает? А может быть, это вы не работаете? Ответьте себе честно на эти вопросы. И тогда все станет на свои места. Все будет вам понятно. Вопросы есть на этом этапе? Вижу, что вопросов нет, все понятно, да? Итак, ребята, мы уже, конечно, подзатянули тут. Сегодня я что-то разошлась прям не на шутку. Ребята, вот это излечение себе, конечно, вот запомните, запишите. Если ты не собираешься идти до конца, то зачем вообще идешь? Все, вопросов нет. Отлично, ребят. Желаю всем роста. И еще, я обещала, вчера в чате писала, что если вы придете и зададите мне вопрос, через какое время я дойду до определенного уровня, то я вам скажу. Но я думаю, что я уже на все вопросы сегодня ответила. Ну вот, допустим, кто, кем хочет быть и когда, на какой уровень хочет выйти. Можете написать в чате. Мы сейчас с вами вместе все... Мы сейчас с вами вместе скажем и посчитаем вам срок, когда вы придете к определенному уровню. И что для этого нужно делать? Так, все стесняются, да, никто не знает, либо не знают, к какому уровню идут. Вот смотрите, ребят, чтобы прийти, допустим, к уровню директора, нужно 100 регистраций. Август 2018-го директор. Ну вот смотри, ты уже сама себе поставила, да? Что нужно делать для этого? Если ты сделаешь 100 регистраций... Август 2018-й год, считаем, это сколько месяцев ты себе дала? Сегодня у нас ноябрь, да? Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. 9 месяцев. А, ну 11 уже... Почему 11? А, ну если октябрь посчитать... Ну пусть, давай считаем. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. А, ну да, 11. Хорошо. 11 месяцев. Смотри, Елен, если ты будешь делать 100 переписок в день, то у тебя не сразу, но пойдет одна регистрация в день, ты до августа 2018-го станешь директором. Для того, чтобы делать 100 регистраций в день, нужно... Я не знаю, в какой социальной сети ты будешь работать. В какой социальной сети будешь работать, пиши. ВК. 10 аккаунтов, ВК. 10 аккаунтов, оформленных по правилам, и 100 переписок в день. У тебя будет одна регистрация в день, потому что будет 8-10 собеседований, но даже если у тебя будет 5-6 собеседований, то из них может выйти одна регистрация. В Инстаграм 5 аккаунтов. Вот по поводу Инстаграм, вообще у нас Валя Хохлоу профессионал, вот все вопросы к ней, она вам скажет, как вообще вести Инстаграм. Там 5 аккаунтов, с каждого аккаунта можно делать 10 переписок в день, у вас будет 50 переписок, этого будет даже, этого будет достаточно, если вы заводите 50 делов. Но лучше 100, вообще, ребят, лучше 100, потому что лучше, лучше раньше прийти к результату, который вы забланировали, чем позже. Итак, ребят, еще по поводу статистики 2 минуты и все. И мы с вами расходимся, потому что мы уже час сидим, как бы время тратить, я потратила много вашего времени, но надеюсь, что я потратила его с пользой, и вам было интересно, и вы для себя что-то полезное взяли. Итак, ребят, смотрите, есть статистика горячая, есть статистика холодная, и есть статистика печальная. Что такое горячая статистика? Горячая статистика – это, когда вы работаете по теплому рынку, либо холодный рынок утепляете, как это делать, я сейчас рассказывать не буду, мы это с вами разберем на следующих семинарах, но если вы сделаете 50 горячих регистраций быстро, очень быстро, то есть вы там не на 5 лет это растянете, не на 5 лет, а 50 горячих регистраций за 3, 4, 5 максимум месяцев, вы директор. Если вы, есть холодная статистика, есть холодная статистика, если вы по холодной статистике делаете 100 регистраций, но уже не за 3, 4, 5 месяцев, а за год вам нужно уже 100 регистраций, если вы год идете к директору, вам нужно 100 регистраций, вы директор. Если вы, есть такая печальная статистика, если вы больше года идете к директору, то вам надо 300 регистраций сделать, и больше, и вы только станете директором. Если по горячей вы будете делать 300 регистраций, то вы станете золотым директором за полгода. То есть смотрите, чем больше вы растягиваете свой результат, до которого вы хотите дойти, тем больше вам нужно будет регистрации. Это понятно? Поставьте плюсики, если понятно. Все, вопросы есть? Вопросов нет. Все, ребят, спасибо всем большое, спасибо, что вы здесь были, выдержали меня час. Если вам была чем-то полезна, я очень рада, я буду рада тому, что я что-то полезное для вас принесла. Если у вас есть вопросы, пишите в чате, в личку, всем отвечу с удовольствием. Те, кто, еще раз повторюсь, те, кто хочет работать, работать в Одноклассниках, пишите мне в личку, я добавлю вас в чат, я добавлю вас в группу по рекрутированию, и мы с вами начнем работать. Те, кто хочет работать в Инстаграм, обращайтесь к Вале Хохловой, у нее тоже есть чат. Итак, всем спасибо, общие вопросы все в чате, у нас отличный чат новичков. Всем спасибо, хорошего дня, спасибо, Лиль. Все, ребят, кого обидела, извините, цели такой не было, кому помогла, очень рада. Хорошего дня всем, все, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok